В воскресенье вечером нелепая автокатастрофа приключилась на проспекте космонавтов в Екатеринбурге. Из-за глупого лихачества одного пилота разбито было четыре легковых автомобиля. Началось все в 11-м часу вечера, когда Евгений на копейке остановился дозаправить своего коня. Как положено, включил габариты, долил бензина и уже собирался было отчаливать, как тут случилось необъяснимо. Буквально прошло три минуты. Захлопнул в багажник, пошел к машине, обходить машину. Человек оглянулся, потому что машину с этой стороны обходить. Машины вообще не было, не знаю откуда они появились. Шел троллейбус, шел троллейбус. Они скорее всего из-за троллейбуса выскочили. Он выскочил из-за троллейбуса. И естественно меня не заметил. Девятка буквально вынырнув из-за троллейбуса и пнув копейку, отнесла ее на несколько метров вперед. Но, как чуть позже выяснилось, сам лихой водитель попал в жесткий капкан. Прямо за ним двигалась Волга, чей пилот повезло, что профессионал успел сориентироваться и стормозил буквально в миллиметре от бампера девятки. И не успели водители и пассажиры облегченно вздохнуть. Как Волга ощутила своим задом сильнейший удар джипа Митсубиси Паджеро. Удар очень сильный. У меня дочка сидела с внучкой. Но внучка оказалась на переднем сиденье, сзади. Вылетела. Потому что удар очень сильный был. Митсубиси Паджеро. Коротенький джипик, маленький. Рулевой маленького джипа, в общем-то, успел ударить по тормозам, но мокрая дорога машину буквально донесла до экстренно стормозившей Волги. А та, в свою очередь, все-таки доехала до девятки и разбила ей зад, ну и себе, естественно, перед. Вот вам дополнительный пример того, что даже самый профессиональный и осторожнейший водитель может попасть на дороге в серьезную передрягу благодаря лихачам и чайникам. Теперь пилот девятки, заваривший всю эту кашу, конечно же, начинает выкручиваться, что, мол, у копейки, стоявшей на обочине, не было включено никаких габаритов, поэтому, дескать, он ее в темноте не заметил, но речи сии выглядят крайне неубедительно. Как я 20 лет работаю водителем и не оставлю неосвещенный автомобиль, это абсурд. Тем более у меня в салоне мать инвалид второй группы, жена. Что ж я оставлю без фонарей машину, да, глупости. Конечно, он сейчас будет говорить, чтобы себя оправдать. И все равно авария эта, хоть и наломала железо, закончилась весьма удачно. Ведь сколько было в машинах пассажиров. В копейке пожилая немощная бабушка, в Волге женщина с маленькой девочкой, которая, кстати, прилетела с заднего сидения на переднее. Но в итоге никто даже серьезно не ушибся, так что на этот раз обошлось.